Друзья, мы находимся на стенде Дюфор в Дюссельдорф Бладшоу и сейчас мы вами рассмотрим классную лодку Дюфор 512. Дюфор выпустила порядка 140 моделей версии Дюфор 500 и 512 версия это доработанная, модернизированная версия предыдущей модели. Вот, собственно, что хочется сказать, на этой лодке очень большая широкая откидная платформа для купания, она же выступает, играет роль стульчика, на которых сидит шкипер, управляя яхтой. Ручка газа находится справа внизу, ей, наверное, удобно управлять, только находясь сидя на платформе. Навигация от Raymarine, пластиковый легкий руль, сюда вынесены лебедки для шкипера, несколько проводок, шкотов. В целом, кокпит очень широкий и просторный. Пройдемте в кокпит, большой стол. Собственно, концепция этой лодки заключается в том, что на ней комфортно отдыхать большим семьям, с большой компанией друзей. Здесь очень много места, все расположено для такого спокойного, комфортного отдыха. В кокпите есть отдельный холодильник. Что мне нравится в Дефорах, в том, что они в новых моделях, в кокпите, у кормы делают еще зону, гриль-зону, на которой можно жарить рыбу, овощи, мясо. Конкретно на 512 модели гриль размещен вот здесь. Мы убираем эту сидушку, поднимаем, и тут у нас гриль. То есть я стою на платформе откидной, тут купаются наши гости, друзья. Здесь можно жарить рыбу и подавать сразу же ее на стол. Как я уже сказал, эта лодка заточена под комфорт, под спокойный отдых, и это видно в деталях. Дефор выделяет очень большое внимание освещению, то есть это неотъемлемый элемент интерьера. И благодаря этому у нас появилось очень много окошек, окно в салон, два окошка в каждую каюту, которые идут с кокпита. Также внутри очень много диодного освещения, использованы диодные ленты. Пройдем внутрь и посмотрим эту яхту изнутри. Салон очень просторный. Первое, что нам попадается на глаза, это большой кокпит. Здесь спокойно, комфортно разместится в 8-10 человек. Предусмотрены компоновки с трех кают, либо с четырех кают. На данной же лодке всего лишь три каюты, и мы их все рассмотрим более детально. Вот кормовая каюта. Довольно большая. У меня метр восемьдесят один роста, и всего лишь два сантиметра остаются свободными над моей головой. Вот конкретно здесь, в зоне кровати. В этой каюте есть большой санузел, вход два входа. Один с салона, второй изнутри. Правая каюта симметрична. Чуть меньшей по площади внутри будет санузел по сравнению с левой каютой. Но, тем не менее, он имеет всего лишь один вход с их каюты. Камбус у нас идет вот в такой отдельной зоной. Это я считаю удобно, потому что здесь можно готовить, кушать и не мешать другим гостям отдыхать. Большая плита с тремя комфортами. Духовка, холодильник. Все расположено под рукой, и очень удобно. Холодильник у нас находится здесь, а тут еще различные полочки для продуктов и кухонных приборов. Удобно. Доводчики. Даже есть микроволновка, которая вот таким вот образом закрывается. Обратите внимание на свет. Здесь очень много диодных ламп, лент. И даже вот под диванами идут такие светлые диодные полоски. Перемещаемся в носовую каюту. Носовая каюта большая. Большая, с большой двухместной кроватью, с двумя санузлами, с одним туалетом и отдельной душевой кабиной. Тут у нас расположен отсек с двигателем. Доступ есть с салона и с внутренних кают. Штурманский столик. Пункт управления всей базовой электроникой. Карты. Единственное, почему-то нет внутри навигатора. Но в кокпите на каждом из пунктов управления, левый и правый штурвал, есть отдельно дисплей с навигацией от Raymarino. И в принципе это очень удобно, когда навигация и с левой стороны, и с правой стороны находится. То есть вам не надо бегать, чтобы сверить курс и смотреть, куда вам нужно идти дальше. Палуба на этой яхте просто шикарна. Все шкоты проведены под тиковым покрытием. И они не мешают гостям отдыхать. Тут у нас есть большие матрасы, на которых удобно лежать, загорать, даже когда яхта идет под парусами. Один матрас, второй матрас, большое окно и еще два матраса на рубке перед мачтой. А здесь у нас такая техническая каютка, в которую можно скидывать кранцы, паруса и всякие яхтенные принадлежности. Мне очень нравится нос этой яхты. Здесь нет никаких таких элементов, которые можно повредить пальцы. То есть очень ровная, большая, плоская поверхность, покрытая деревом. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал и смотрите новые обзоры.